МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск информационной программы Республика. В студии Ольга Панова. Самая обсуждаемая тема недели – визит в Чувашию премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева и его встреча с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Заседание Президиума Совета при президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию премьер-министр провел в Новочебоксарске. На повестке дня был один вопрос – реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность как объект товарооборота во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спрос на научные разработки приезжает предложение. Кроме того, это очень дорогой продукт и зачастую его не покупают, а присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО такие разговоры зазвучали громче. И это несмотря на то, что у нас действует соответствующая законодательная база, которая регулярно совершенствуется. Однако есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По числу национальных патентных заявок мы находимся на седьмом месте в мире, а по международным – на двадцать пятом. Импорт интеллектуальной собственности в одиннадцать раз превышает экспорт. Когда мы говорим о экономике, которая основана на знаниях, о изобретениях, открытиях, то, конечно, предполагаем, что существует надлежащая правовая охрана. Причем эта охрана нужна не только сама по себе, но и для того, чтобы правильно вовлекать результаты интеллектуальной деятельности в экономический оборот. В конечном счете, чтобы они генерировали прибыль, выступали объектом правовых отношений, включая объекты залога, способствовали повышению капитализации бизнеса, участвовали во всех элементах экономической деятельности. Ну и, конечно, чтобы у людей были реальные правовые и экономические стимулы заниматься научно-техническим творчеством, в результате чего и появляются новые продукты. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание Совета решили провести в одном из субъектов, поближе к реальной ситуации, чьи ваше, по мнению участников, выбрано не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше, здесь не был. Вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе, и, кончая, ну, просто, так сказать, нас привезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж. Запуск промышленного производства на заводе «Хивиль» состоялся чуть ранее, за полчаса до совещания. Предприятия по производству солнечных модулей начали строить в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. На проектную имущность в 800 тысяч солнечных модулей в год завод планирует выйти во втором квартале 2015-го. У нас очень хороший опыт Чувашии, потому что, во-первых, нам власть пошла на нас встречу, и мы получили льготу по налогу на имущество, что, естественно, важно для нас. Во-вторых, мы получили всемерную поддержку с точки зрения поиска и подготовки кадров. И в целом мы считаем, что это хороший регион для того, чтобы работать. Чувашия, во-первых, это очень красивый край сельский. И, во-вторых, всегда раньше, да и сейчас, ассоциировалось с тракторными заводами, тяжелыми тракторами. Но теперь то, что мы посмотрели сегодня, где проходит совещание, это действительно очень высокие технологии, солнечные. Поэтому и день такой, и технологии такие, что они ассоциируются все-таки с солнечным светом. И с тем, что этот свет будет работать, давать электроэнергию. Причем это очень высокотехнологичное производство. И, как я понимаю, пленочные покрытия, которые есть сейчас, они в каком-то смысле прорыв для России, потому что первый и единственный завод. Но они приняты в мире. А вот следующий шаг, который предполагается здесь реализовать, связанный с новой технологией, такой гибридной, пленочной и монокристаллической, это будет уже определенный прорыв такой и технологически мировой значение. Поэтому мне кажется, что есть чем гордиться. После завершения работы Президиума Совета состоялась встреча Дмитрия Медведева и Михаила Игнатьева. Добрый день. Добрый день. Мы посмотрели с вами хорошее производство, которое открыто в помощи боксарской. Реально абсолютно современное. Надеюсь, что у него будет хорошее использование и на территории республики, и на территории страны всей, и за ее пределами, в смысле экспортное использование. Потому что это передовые технологии, причем которые не останавливаются, а развиваются. Но, понятно, жизнь состоит не только из открытия новых производств. Председателя правительства интересовало социально-экономическое развитие республики. Какова ситуация на рынке труда и насколько активно строятся в регионе детские дошкольные учреждения. Общеизвестно, что в этом году завершается реализация партийного проекта «Единой России. Детские сады детям». И главы регионов должны это отчетливо понимать, сказал Дмитрий Медведев. Михаил Игнатьев сообщил некоторые показатели, характеризующие республику как динамично развивающийся регион. По прошлому году у нас макроэкономические показатели, индекс физического объема производства составил 104,5%. Глава республики сообщил премьер-министру, что на этот год перед строительными организациями поставлена амбициозная задача – сдать 1 миллион квадратных метров, сделав упор на строительство жилья эконом-класса. Михаил Игнатьев поблагодарил Дмитрия Медведева за помощь, оказанную Новочебоксарску. Войдя в федеральную программу поддержки моногородов, руководству удалось создать несколько новых производств. Уровень безработицы в Новочебоксарске сократился с 9,5% до 0,5%. Дмитрий Медведев попросил обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке и сказал, что на уровне российского правительства рассматриваются возможные варианты субсидирования. Устойчивая работа существующих предприятий и запуск новых производств – это не только импульс для дальнейшего развития Чуваши, но и вклад республики в укрепление горизонтальных связей. Экономики регионов тесно связаны друг с другом и соседи по округу по достоинству оценили наши инновации. У нас очень много населенных пунктов, где проживает Чуваша. Это очень трудолюбивые, очень такие селеустремленные люди. И я считаю, что и сама республика сегодня показывает хорошую динамику. Сегодня посетили современнейшие предприятия мирового уровня. Мы еще должны догонять вот эти решения, которые уже здесь реализованы. Поэтому много интересных направлений, части оптимизации, модернизации, работу с сельским населением, государственного устройства. То есть Чувашия, она имеет свои конкурентные преимущества. Поэтому здесь работают такие люди, которые очень трудолюбивые, профессионалы. И мы в таком, и на уровне руководства хороших отношений, и наши министры контактируют. Я считаю, что вот это очень хороший наш сосед. Я вижу, что идут положительные процессы, положительная динамика по абсолютному большинству направлений. И я рад за это. Рад за Михаила, рад за вас, что вот, ну, в том числе, завод. Завод очень важный, хочу сказать. Очень много инвестиций вложено сюда. И он реализован. Многие не верили, что этот завод в итоге будет реализован. Но он реализован, он работает сегодня. И не только этот завод, там весь ряд других направлений, где республика достаточно активно движется вперед. Руководители министерств и ведомств, присутствовавших на заседании Президиума Совета по модернизации экономики, также дали свою оценку социально-экономическому развитию Чувашии. Министр образования России Дмитрий Ливанов в частности отметил высокую активность республики в реализации государственных программ. Чувашия у нас по всем основным показателям является одним из лидеров, одним из регионов лидеров, передовиков. Здесь треть бюджета – это расходы на образование. И мы действительно отмечаем, что если несколько лет назад это было всего 25%, сейчас уже треть, то есть 33%. Это показывает, что в республике сфера образования является приоритетом. И здесь, конечно, огромная заслуга главы региона Михаила Васильевича Игнатьева и всех, кто в регионе отвечает за образование. Здесь очень удачно реализуется федеральная программа создания новых мест в системе дошкольного образования. Уже в прошлом году очередь для детей от 3 до 7 лет была ликвидирована, то есть обеспечена стопроцентная доступность. Построено за два года, за 13, 14 и 28 новых зданий детских садов, еще создано очень много мест в вариативных формах. И в целом здесь мы удовлетворены той ситуацией, которая складывается. И в 2015 году, естественно, тоже эта программа будет продолжаться и новые места будут создаваться для детей до 3 лет. Дмитрий Ливанов выразил уверенности, что Чувашия столь же ответственно подойдет и к реализации программы строительства новых школ. К счастью, в республике, как и в России в целом, становится больше первоклассников, значит, нужны новые комфортные учебные заведения. Сегодня в Чувашии в год строятся по две новые школы, но их необходимо больше. И Минобразование России обещает свою поддержку в виде софинансирования из федерального бюджета. В этом году Чебоксары стали пилотной площадкой для отработки лучших практик взаимодействия с инвесторами, определенных по итогам первого рейтинга регионов. Напомним, в 2014 году Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов составило пробный рейтинг для 21 субъекта федерации. Для пилотного этапа рейтинга состояния инвестиционного климата было разработано 54 показателя, которые, в свою очередь, объединяются по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По итогам проекта Агентство стратегических инициатив обобщило удачный опыт регионов-лидеров по всем направлениям. Вот он-то и будет опробироваться в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Чебоксарах. Напомним, с этого года участие в рейтинге инвестиционной привлекательности обязательно для всех регионов. И по мнению генерального директора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, у Чуваши хорошие шансы. Чуваши, судя по всему, управляется достаточно неплохо. И мы видим, как довольно быстро был внедрен региональный стандарт улучшения инвест-климата. Мы видим, что инвесторы Чуваши интересуются. И, на мой взгляд, команда, команда губернатора, команда руководителя, это та сильная страна, которая есть в Чуваши. Свою оценку событиям и их эффекту для экономики и общественно-политической жизни республики дал и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Рабочий визит председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева был интересным, полезным, важным. Это говорит о чем, прежде всего? Это говорит о доверии к народу Чувашской республики. Ситуация на сегодняшний день непростая. Мы всегда вкладывали инвестиции в человека, инвестиции в умы людей. И вот, пожалуйста, результаты, которые на самом деле сегодня почувствовали уже сами работники данного нового предприятия. Во время рабочего визита высказал свои просьбы по привлечению дополнительных инвестиций. Дмитрий Анатольевич Медведев дал соответствующее поручение федеральным министрам. Я абсолютно уверен в том, что мы привлечем дополнительные инвестиции. Дмитрий Анатольевич Медведев практически владеет всей информацией и оперативной информацией и по данным Росстата, какая сегодня ситуация в республике по экономике, по общественно-политической ситуации. Мы на сегодняшний день работали на благо жителей Чуваши и будем работать с учетом доверия федерального центра. Это был спецвыпуск программы «Республика». Будьте в курсе событий, смотрите национальное телевидение Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин